друзья мы всем огромный огромный привет благодарю вас что вы зашли на мой канал сегодня будет видео об аромате который я очень люблю это аромат который со мной много лет я берегу его я потом расскажу почему я его берегу это аромат который я купила в студенчестве который я очень хотела которому я долго шла потому что покупка была для меня тогда довольно дорогой это аромат идиль от герлен версии парфюмерной воды это еще старая версия этого аромата сейчас они выпускаются в другом дизайне насколько я могу знать немножко немножко отличается от той старой версии меня это 30 потрясающей красоты флакон вообще мне очень нравится оформление косметики герлен их парфюмах но сейчас это немножко скучновато они все как бы такие в одном стиле да насколько я знаю но вот раньше флакон оригинальным от разных ароматов герлен это конечно было произведением искусства почему я еще берегу эту воду потому что она настоялась это просто это нектары мало того что это в принципе парфюмерная версия да это не туалет очка парфюмерная вода у них еще были фланкеры различные которые мне ну как-то не очень принципе зашли я к ним подходила как-то раньше пыталась понять их полюбить захотеть но вот все таки мое сердце принадлежит именно классики к парфюмерной воде как сейчас звучит моя моя идиль это ну это просто это фантастика те у кого есть любимые ароматы старички когда вы к ним подходите или пользуетесь на какой-то случай вы поймете вообще как раскрывается этот букет аромата который хорошо постоял набрал сил набрал возраст ну это отдельная как бы до песня отдельный вид вообще кто роскоши что я хочу сказать идиль вот я не побоюсь этого слова это аромат который должен быть в каждом пар гардеробе это классика это классика цветочного аромата наверное я бы даже сказала что это классика бело цветочного бело цветочных ароматов это аромат вот это из тех ароматов которые звучат действительно дорого вообще я очень люблю очень люблю парфюмерную линейку Герлен. У меня мало что было вот из Герлена, из того, что я помню в полноценных флаконах. Вот не помню, был ли у меня инсаленс. Все-таки, наверное, у меня его не было. Может быть, какие-то я уже позже тогда брала от Леванта. Я этот аромат хорошо помню, но, по-моему, флакона у меня не было. Возможно, что-то было у меня из Герлен. Возможно, были у моей мамы, кстати, Елисейские поля давно-давно. Но я помню, что вот из того, что я слушала у Герлены, вообще вот как-то вот такая моя мое какое-то представление об этой марке, оно всегда было очень таким вот... Я с уважением отношусь к парфюмерии Герлен. Я считаю ее очень интересной. Я считаю, что фиалка в Герлен это уникальное явление. Такой фиалки нет вообще нигде. Обожаю фиалку в Герлен. И вот Идиль, ну, это, конечно, это уже классика. Это роскошный аромат. Я даже, вот понимаете, я не раз говорила, мне очень сложно описывать любимые ароматы, потому что вот хочется сказать столько, столько воспоминаний у меня, столько якорей, столько ассоциаций, и как это все собрать в кучу, я, конечно, попробую. Надеюсь, что у меня это получится. Про что этот аромат? Ну, прежде всего, это аромат, наверное, про сирень. Сирень здесь особая. Не знаю я вообще, вот с чем можно сравнить эту сирень. Это такая вот Герленовская сирень. Очень она теплая, очень она, не знаю, может быть, медовая как будто бы. Вот прям теплая-теплая сирень. Это аромат про лилию. Вот, кстати, знаете, когда я этот аромат, я услышала у своей соседки в общежитии, а соседка моя работала когда-то в магазине Ревгош. Много лет она была консультантом, она была постарше меня, она уже получала второе высшее образование, ну, то есть, вот как бы девочка уже имела такой опыт и работала много где, в отличие от меня, потому что я была совсем еще такой соплячкой. И у нее было очень много ароматов-тестеров. Ну, как-то, видимо, может, она их там в Ревгоше покупала по специальной цене. Я не знаю, как это там у них работает все. И у нее был огромный флакон парфюмированной воды идиль. Вот, и я так все на него косилась-косилась, она говорит, ну, что, дать тебе. Я говорю, давай. Ну, я как-то, я его и видела в магазинах, я к нему как-то подходила, мне вообще вот этот аромат, я когда приходила, вот, например, в Ревгош куда-то, у меня почему-то казалось такой какой-то вот, такой вот непозволительной роскошью. Ну, хотя по тем временам, сейчас герлен стоит, конечно, очень дорого, но и да и по тем временам герлен стоили недешево. И вот этот флакон, и вот этот стенд с роскошными флаконами герлен, тогда вот они такие все красивые, разные, и такие вот они были элегантные. Для меня это было такое представление, я на это все смотрела, и вот на этот золотой флакон и думала, боже, ну, вот это что-то вот, что я себе точно должна позволить, и если я себе это позволю, вот это будет прям праздник на моей улице. Вот, и она мне его дала, я его хорошенечко расслушала, она говорит, ну, хочешь попользуйся, возьми. У нее прям был вот такой вот, ну, сотка у нее была, он прям здоровый, сотки вот этот вот, вот эта капелька. И она мне дала, и недельку где-то, я с ним ходила, я его разнашивала, и мне он тогда казался очень взрослым, и знаете, вот я к чему это все начала? Мне он тогда был прям про лилию, про лилию. Сейчас уже, ну, и возможно, это вот связано с тем, что он у меня хорошенько отстоялся, здесь он больше уже стал не про лилию, здесь уже для меня он больше уже про сирень, конечно. Но все-таки, я вот начала с того, что это аромат про белосветочность, наверное, это аромат про лилии. Я когда-то раньше очень любила лилии, и все мои поклонники, какие-то мальчишки, кто за мной ухаживал, всегда приносили мне белые лилии. Это вот было у меня такое, почему-то вот всегда, то ли я об этом говорила, то ли как-то, я не знаю как, но всегда, мне всегда дарили белые лилии, и вот именно, может быть, с этим было связано. Сейчас я уже лилии, мне не дарит их муж, я их сама не покупаю, как-то я от них, может быть, подустала, но разлюбила эти цветы, может быть, поэтому тогда я чувствовала, что там была такая вот лилия. Ну и в принципе, даже если мы заглянем в пирамидку, лилия здесь у нас в сердечке. Давайте я вам просто пирамидку прочитаю, чтобы вам было понятно, про что этот аромат. Здесь в старте розовая вода, фрезия, личия и малина. В средних нотах, вот пошла белоцветочность, ландыш, жасмин, сирень, пион, лилия, и база здесь, мускус и почули. И вы знаете, вот вы знаете мою нелюбовь к мускусам. Здесь мускус есть, и мускус здесь что ни на есть в базе. Вот когда вся эта цветочность затихает, наваливается плотнячий, не потнячий, плотнейший мускус. Ну вы знаете, какой это мускус? Вот этот аромат, его очень часто сравнивают с мускусом Родригеса, с черным мускусом Родригеса классическим. Они действительно похожи. Ну знаете, в чем разница? В мускусе Родригеса мускус кислый. Но это вот лично для меня так, и я много раз подходила к этому черному Родригесу. Он был, кстати, у моей свекрови. У нее был и парфюм этот, и была и банная линейка. Подходила, подходила. То есть я хорошо знаю этот аромат. И все, я убеждаю. Их сравнивают. Это совершенно, это нельзя сравнивать. Это совершенно разные направления. Мы поговорим вообще об этом аромате, на ком я его вижу, что у меня с ним ассоциируется. И это совершенно разные ассоциации, что у меня с мускусом Родригеса. Это мускус Родригеса черный. Это секс, это шпильки, это аромат страсти, это аромат близости между мужчиной и женщиной. Вот что угодно мне говорите, это для меня мускус Родригеса, это аромат для брюнетки. Здесь мускус, знаете какой, он сладкий. Он, не хочу сказать сладкий в гурманское направление, нет, это просто моя ассоциация, какой это мускус. Он, он такой сладкий, он пушистый, он убаюкивающий, как будто бы. Он совершенно не в духе потных, кислых, телесных мускусов. Это вот какой-то герленовский мускус. Я такой мускус не встречала нигде, вообще никогда, ни в люксах, ни в нишах. Вот, такой мускус, я люблю этот мускус. Вот это звучит, возможно, дико, кто меня смотрит давно и знает, что я мускусы, вот я прям их вообще, я их сразу слышу, я как-то их так обхожу стороной. Но этим мускусом, вот этой базой, вот этого вот идилевского мускуса, я готова просто укрыться как одеялком и получаю огромное удовольствие. Почульки, ну, они здесь есть. Почули здесь, знаете, какие, не землистые, они здесь такие, может быть, шоколадные почули, очень уютные, очень они облагораживают этот мускус. Возможно, поэтому они прислащивают, может быть, этот, ну, может быть, некорректно так говорить про почули, но просто они здесь какие-то такие вот, ну, мне хочется сказать, шоколадные почули, вот какой-то такой, вот они вот с этим мускусом очень хорошо дружат ландыш безусловно ландыш здесь есть ландыш но вот вы знаете такая интересная композиция вот я когда вижу ландыш пирамидки мне всегда как-то кажется что это будет что-то свежее у меня такая ассоциация весенняя копей какая-то чистота в этом аромате всего этого нет очень 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 красивая пирамида очень очень знаете вот все в какой-то такой вот пропорции здесь все так гармонично вот этот аромат из серии таких ароматов которых не выбивается ни одна нота вот ни одна лилия ландыш жасмин такой вот очень жасмин знаете благородный нет в нем не индольности никакой вот и вы знаете вот этот аромат я не хочу сейчас разбирать это все на ноты потому что вот если взять просто мое впечатление об этом аромате и в принципе каким оно было с самого начала это какой-то букет цветов чего там только нет в этом букете то есть это это не мона это какой-то букет и возможно он даже выглядит немного странно но он подарен с такой любовью вот вы знаете как вот когда мальчишка хочет сделать комплимент своей девушки которые вот понимаете вот эта первая любовь и он где-то рвет какие-то совершенно разрозненные цветы ему так хочется чтобы это было красиво и он делает это с таким чувством с такой любовью даже вот не с любовью понимаете это мальчишеская любовь это первое чувство и он рвет эти разрозненные цветы собирает их какой-то букет и это так неаккуратно и это так и вот он дарит это своей девочке которая ему очень нравится и она зарывается вот в этот вот огромный букет это аромат первой любви вот что про него только не говорят вот мне всегда так обидно я про него слышала такое мнение что это бабский аромат что он очень старомоден это не старомодный аромат это цветочная классика просто к сожалению какой люкс мы видим сейчас на полках это совершенно безликая нечто сладкая по послепательная совершенно обезличенная обездушенная такого слова нет но я хочу его сказать какой-то бездушная понимаете это продукт на широкий круг читателей понимаете это вот это 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 вот сегодняшний люкс это какой-то апофеоз миропотребления чтобы купила как можно больше чтобы подошло как можно больше чтобы все пахли одинаково понимаете вот я ничего с собой не могу поделать конечно в рамках вот такого ощущения как пахнут сейчас женщины и что они покупают и что они любят и что им предлагают конечно это бабская история но что вообще значит бабская что вообще значит женская что вообще значит женственность вот этот парфюм это такая женственность но хорошо в рамках я не спорю в рамках сегодняшней синтетики абсолютно ужасных, телемантоловых вот этих вот Леви и Белли, совершенно ужасных, на мой взгляд. Да, это бабская, да. Это вот если в контексте, да, но для меня лично этот аромат, это ода женственности, это ода любви, это ода первой любви, это ода женской ментальности, женского какого-то, женского начала. Понимаете, вот это не какая-то синтетика, которую нам сейчас предлагают производители люкса, чтобы как можно больше женщин это купила, чтобы все этим обливались, понимаете, это то, к чему хочется подойти в важный день своей жизни. Это не парфюм на каждый день, это, понимаете, это парфюм на случай, это парфюм на свидание с мужчиной, который тебе действительно очень нравится. Не чтобы произвести на него впечатление, а чтобы быть женщиной, понимаете, чтобы быть женственной, чтобы подчеркнуть свою красоту. Он подчеркивает красоту. Он не для того, чтобы выделиться, не для того, чтобы выпендриться, он показывает вашу, понимаете, он подчеркивает вашу истинную женственность. И он очень комплиментарен, он очень нравится мужчинам, вот понимаете, это не то, что вот есть такие сладенькие компотики, которые вот замечают мужчины, да. Я не говорю, что мы душимся, что понравится мужчинам я вот просто как это вот мы же говорим про женственность до говорим про какие-то про первую любовь и так далее да вот этот аромат это понимаете мне кажется вот и он слышится как вот женщина вот женщина мягкая заботливая вот понимаете вот вот все лучшие женские качества этот аромат подчеркивает и нет в нем никакой вульгарности никакой вычурности потрясающий даже я вот понимаете я даже не знаю я не могу его даже разложить на ноты это вот просто вот девчонка которая уткнулась в букет подаренный хулиганьем каким-то который такой хулиган своей компанией он лидер а с девчонкой рядом со своей которой мы так нравится он превращается в щенка понимаете он не притаскивает этот букет хватает и вот это что-то вот это нет это не для рома для девочек подростков нет я не это имею ввиду просто вот это вот вот как пахнут эти цветы вот понимаете разрозненные, разные цветы. Но, конечно, лилиями он пахнет, безусловно. Я здесь не слышу личи, малину. Я здесь вообще не слышу никаких фруктов. Я вообще не понимаю, при чем здесь личи, малина. Что это такое вообще? Я здесь особо не слышу розы никакой. Он просто очень теплый. Какой-то медовый, что ли. Не знаю. Сейчас такого уже не делают. Не делают. Даже кто пытается сделать какую-то цветочную классику, даже кто пытается сделать цветочную классику, смотря на что-то из прошлого, не получается ничего подобного, чем и Дилит Герлен. Не получается. Вот сколько я не смотрю современные какие-то такие цветочные люксы с претензией на классические ароматы, но не получается. Что-то не то. Вот здесь вот это вот такой аромат, в котором все на своем месте. Вот это вот, понимаете, это в нем всегда... Вот эта девушка, вот опять-таки, это аромат хорошего вкуса. Это девушка, которая знает себе цену, понимаете. Это вообще вот, мне кажется, это аромат любимой женщины. Это аромат... Вот если взять этот аромат, да, вот на девушках моего возраста, как это, ну и постарше, там, ну 30-40 лет, допустим, да, женщин молодых. Это аромат, мне кажется, женщины, которая очень спокойная в своей жизни, и в личной, и в какой-то вот общей, в общественной жизни. Это аромат женщины, которая любима, которая спокойна, которая вот, она знает, что ее любят, что о ней заботятся. Вот что-то... Это не аромат девчонки, студентки, которая вот у нее тут один мальчик, тут другой мальчик, вот она не может выбрать, тут она где-то страдает, тут ее кто-то бросил, тут в нее кто-то опять влюбился. Это не аромат вот такого. Это аромат, когда уже все в личной жизни, все понятно. И в работе все понятно. И как-то вот все спокойно, вот как-то вот этот аромат умиротворенной женщины, которая уверена в завтрашнем дне, которая уверена в себе, которую любит, которую холят, лелеят. То есть не какое-то идолопоклонничество, а просто вот мужчина ее любит. И, возможно, он ей дарит эти духи, дарит и дарит из года в год. Это вот ее такой аромат. Не знаю. Аромат стабильности какой-то. Не знаю. Вот аромат любви. Это идиллия, это аромат любви. Это правда. Идиллия, это идиллия. Это идиллия. Идиллия вот в жизни. Понимаете? Не какая-то идиллия, не знаю, не какая-то карикатура на эту идиллию. Как это вот мы в кино видим. Вот какая-то карикатурная идиллия. Вот ты смотришь и думаешь, ну это вот кино. Нет. Это вот такое бывает в жизни. Правда, бывает. И у нас тоже это все есть. Просто мы это не замечаем. Мы вот так часто смотрим на какие-то картинки из интернета какой-то жизни, которая, нам кажется, так от нас далека, и деньги у неё есть, и шейх у неё, там, арабский муж, и она вся в Гуччи, да, а потом вот думаешь своим мозгом, ты доходишь, господи, это же не жизнь, это же не то, это же картинка, жизнь она другая, и счастье оно другое, и счастье оно в том, что есть рядом человек, который тебя любит. Не обязательно муж, это может быть мужчина просто твой, счастье в том, что у тебя есть работа, у тебя есть увлечение, жизнь твоя спокойная, и ты всё-таки, ты в каком-то равновесии находишься в гармонии, в женской, вот это вот всё, аромат вот про это, это аромат про спокойную, умиротворённую женщину, которая ничего никому не доказывает, не знаю, аромат достоинства, наверное, достоинства, очень красивый, я очень его люблю, я вам хочу сказать, что я не знаю, вот стоит ли сейчас его брать, но я бы, вот знаете, вам даже так сказала, вот с рук надо, вот я бы рекомендовала с рук бы купить вот такой вот вариант, они другие сейчас немножко отличаются, я слушала как-то новодельчики, они отличаются, они, знаете, более что ли стали акварельные какие-то, это и не потому, что мой вариант отстоялся, а просто вот, как я помню, его даже в самом начале, сейчас они другие сновья, другие, более акварельные, более что ли, вот как раз таки в новых вариантах там, по-моему, вот есть фруктовость, она так читается в них, здесь нету этой фруктовости, это чисто бело-цветочный, такой цветочный, такой вот мускусный какой-то вариант, вообще, Герлен, это шедевр, шедевр Герлен, это, я не знаю, для меня это лучший аромат, ну, после Инсаленс, наверное, ну, даже я бы их рядом бы, но они просто очень разные, вот, я вам рекомендую, попробуйте, вот, может быть, если найдете, может быть, с рук у кого-то можно выгодно купить остаток, вот, да вам даже остатка хватит, вот, может, даже десяточку миллилитров, это уже будет хорошо, это аромат, вот, на случай, он сейчас очень выбивается, он сейчас звучит очень-очень, вот, его сразу, ну, его знают, он популярен, когда-то некогда был, очень его узнают, и даже при том, что его узнают, он, понимаете, он все равно ощущается, как вот, да, это тяжелый люкс, это тот люкс, вот, который я люблю, да, вот такой, это люкс, это люкс, да, но он звучит вот по-хорошему, люксово, очень вам его рекомендую, мои дорогие, надеюсь, вам понравилось мое видео, принесло вам удовольствие, хорошие впечатления, если это так, благодарите меня лайком, подписывайтесь на мой канал, приходите в мой телеграм-канал, все ссылочки, как всегда, в описании, целую вас, обнимаю, и пока-пока.